В Москве 23 часа вы смотрите российский информационный канал Вести в студии Михаил Зеленский. Здравствуйте! В Севастополе торжественно отметили 225-летие Черноморского флота России. Несколько минут назад праздник завершило лазерное шоу и сейчас над городом праздничный салют. Последний уже выход! Ебать! Время региональных новостей на очереди в Вести Екатеринбург и моя коллега Анна Антонова. Сергей Владимирович, здравствуйте! И вот известно, что... Так, мы опять пропали. Вы меня слышите? Мы появились. Да, здравствуйте! По всей видимости, это просто звук запаздывает, вы будете меня слышать. Итак, известно, что государство планирует подписать договор о мирном использовании ядерной энергии. Вот что в него входит и каковы основные направления сотрудничества России и США? Хорошо, договорились. Сергей Владимирович, вы нас слышите все-таки в итоге или нет? Мы пытаемся установить связь со Стрельной. О! Да, отлично слышно. Хорошо, я повторю вопрос. По всей видимости, как раз вопрос вы не услышали. Итак, я вас спросила про договор, который планируют подписать Россия и США. Это договор о мирном использовании ядерной энергии. Что в него входит и на что рассчитываются? Хорошо, сейчас. Сейчас. Значит, Абрилев просит сдвинуть камеру, потому что говорит за моим правым плечом. Хорошо, мы вернемся после того, как уладим все технические проблемы с нашей студией на Стрельной. Другой город, расположенный по соседству с Москвой, уже создал прецедент для российской избирательной системы. Подмосковный Климовск остался без представительной власти. Итоги прошлогодних выборов местный грузсовет признаны не действией. Через некоторое время информационное обещание на нашем канале продолжит региональные новости. В Екатеринбурге их представит наш коллега Мстислав Захаров. Мстислав, здравствуйте. Что у вас сегодня интересного? Здравствуйте, коллеги. Сегодня в выпуске Вести Урал. Жители села Камышево остались без воды. Гроза вывела из строя насос на водонапорной башне. Чтобы обеспечить людей водой, десятки многоэтажных домов объезжает пожарная машина. И огурцы, выращенные по уникальной технологии. Каждое растение находится в отдельном мешочке с грунтом, а состав питательных смесей для подкормки контролирует компьютер. Об этих и других событиях Вести Урал расскажут в ближайшем выпуске. Спасибо, Мстислав Захаров. Вести Урал, простите. Ну и мы, наверное, с вами прощаемся. До завтра. С вами были Татьяна Александровна. И Михаил Антонов. Всего доброго. До встречи. Сергей, слышите ли вы нас? Совсем недавно из чеченского члена плена были освобождены два милиционера. Впереди еще новости спорта и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Простите. До свидания. Несколько минут назад стало известно, что главе холдинга «Медиамост» Владимиру Гусинскому предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. При этом мера пресечения остается той же. Гусинский и дальше будет находиться в утырской семье, тюрьме. Об этом журналистам сообщил его адвокат Генри Резни. Вещи, оставшиеся после отъезда царской семьи из Тобольска, почти две тысячи пудов, судя по инвентарным записям, были... Мальчик! Мальчик, иди в жопу отсюда! До ближайшей весны утки в новых домиках не появятся. Дело в том, что они не селятся на новой древесине. Для того, чтобы здесь появились птицы, дерево должно состариться и принять цвет окружающей среды. Ну, а потом картина будет выглядеть примерно так. Именно через это входное окошко утки будут отпугивать ворон, посягающих на утиную кладку. Алексей Самолетов, Севолод Савичев, Вести Москва. Пост премьера министра Украины займет человек, который удовлетворит пожелания всех политических сил. А им может стать Юрий Яхануров, но никак не Виктор Янукович, которого предложила антикризисные коалиции и положила на стол президенту Виктору Ющенко, чтобы он уже выдвинул эту кандидатуру в Верховную Раду Украины для голосования. Мне остается добавить, что в ближайшие выходные в Ростове должны были быть празднества по случаю Дня города, но городские власти и Сочи... Ну, мне остается добавить, что в ближайшие выходные в Ростове должны были праздновать День города. Новая информация в утренних выпусках программы Вести Москва на канале России. В студии была Анастасия Миленкова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Крупа периодически меняется мелкой моросью, а потом наоборот. Только хорошего настроения напоследок желают вам Игорь Киндис, Александр Хробыстов и Сергей Зеленин. Не забывайте о том, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И на кону замечать, чтобы тебя хуй во лбу вырос, ну ёбок, блядь. Переписываем. Бибикало ебучее, блядь. Информациональный канал «Россия-24» продолжается в работе. Главные новости коротко. Сразу два взрыва прогремели этим утром в самый час пик в московском метро. Есть погибший и пострадавший около восьми утра на станции «Лубянка». Во втором вагоне поезда, который следовал в сторону Комсомольска, сработало неустановленное взрывное устройство. Бомба сдетонировала. Когда состав остановился на перроне, началась посадка-высадка пассажиров. По последней информации, 22 человека погибли. По разным данным, от 11 до 17 человек пострадали. Буквально через полчаса в 8.37 утра пригремел еще один взрыв на станции «Парк культуры Радиальная». Сообщается о 12 погибших и 7 раненых. Милиция. Пересиленный вариант несения службы по факту взрывов. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Генпрокурор Юрий Чайков взял расследование под личный контроль. Правительство Москвы организовало горячую телефонную линию. О судьбе родственников можно узнать по телефону 622-14-30 в администрации метрополитена и 624-34-40 в префектуре центрального округа столицы. И вот что нам сообщили в пресс-службе МЧС. Сегодня утром в Московск-Тене гремели два взрыва. По нашей информации, первый взрыв прогремел 7 часов 56 минут. Сейчас время взрыва уточняется. Взрыв произошел во втором вагоне поезда, когда он находился на станции метро «Лубянка». В результате взрыва погибли люди и в вагоне поезда, и на платформе. На этот час погибших числится 22 человека. 11 человек пострадало. Кроме того, в 8 часов 37 минут прогремел взрыв на станции метро «Парк культуры» «Радиальная». Взрыв прогремел также во втором вагоне поезда, когда он был на платформе. В результате взрыва погибли 12 человек. По предварительной информации, 15 человек пострадали. В обоих случаях произошел взрыв устройств неустановленного образца. В настоящее время в метро работают спасатели, пожарные, медики и другие оперативные службы. Всего от МЧС задействовано 207 человек, 59 единиц техники. От всех оперативных служб – 380 человек и 95 единиц техники. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Они развозятся по больницам города. Проводится эвакуация пассажиров. Организовано движение автобусов для того, чтобы до пассажиров в эти утренние часы. Ирина Андреанова, начальник управления информацией МЧС России. По фактам взрывов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» возбуждены уголовные дела по статье «Терроризм». Вот что нам сообщили в Следственном комитете при прокуратуре. Сегодня на станции метро «Лубянка» ориентировочно 7.20. В поезде во втором вагоне произошел взрыв с неустановленного устройства. По предварительным данным погибло не менее 20 человек. Около 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Сейчас они все доставлены в госпитали Москвы. Устанавливается тип и мощность взрывного устройства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Терроризм». По предварительным данным аналогичный взрыв произошел на станции метро «Парк культуры». Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Спасатели МЧС. В связи с оттрудненном проездом бригад скорой помощи по центру Москвы используют специальный санитарный вертолет для помощи пострадавшим при взрывах в метро. Об этом сообщил РИА Новости, представитель столичного ГИБДД. По его словам, движение в центре Москвы за двух взрывов в метро крайне затруднено. Сотрудники ГАИ принимают меры для проезда машин оперативных служб к месту ЧП. Движение по Садовому кольцу по внешней стороне и местами организовано по внешним полосам. Для эвакуации пострадавших МЧС задействует санитарный вертолет. Об этом сказал собеседник агентства. Руководство ГАИ просит водителя ограничить въезд в центр столицы. Во всех местах ЧП задействованы службы эвакуации автомобиля. Еще раз напомню, телефоны горячей линии, по которым можно узнать о судьбе родственников, пострадавших при взрыве на станции метро Лубянка и парк культуры. Звонить нужно по телефону 622-1430 в администрацию московского метрополитена и также в префектуру центрального округа Москвы. Там телефон 624-34-40. Другим событиям дня около 12 тысяч жителей Архангельска вот уже сутки остаются без... Вступление мне показалось очень близким относительно того, как она и как я воспринимаем те задачи, которые сегодня Союзу предстоит решить. Как скоро мы будем реагировать на резонансные публикации, как скоро мы будем вообще-то говорить, это плохо, это хорошо, не стесняясь и не боясь, что нас не так поймут. Будут скандалы, ну будут скандалы, кто-то будет всегда недоволен. Наверное, судьба, над ней ничто не властно. Созвездие зажглось. Ласкает и лучится. Уверуйте в любовь. И к вам она примчится. Ну как тут не воскликнуть? Талантливый человек, талантлив во всем. И все же. На вопрос, как стать писателем, наш Алексей Слоповский однажды сказал, что он почувствовал как-то внутри себя множество персонажей. И все они говорят, перебивая друг к другу, и ему захотелось, как он признался, все это перенести на бумагу. Ну а если не дано, что делать? Рецепт от Евгения Евтушенко. Становитесь профессиональным читателем. Читатель эрудированный знает все. Что у нас есть уровни Саратовской области, который, какой механизм может быть реализован по линии Минпромторга. Нам надо понимать, что это не только один источник. Внутри региона мы тоже должны определять свои фонды развития, в том числе фонд развития поддержки промышленности. Принципиально важно, чтобы вот это софинансирование, оно было направлено... Продолжение следует... Ну уберите, не вопрос. И кидались на меня. Где у вас кипит машина? Ну, что вы обманываете? Вот, смотрите, у вас ничего там не кипит. И машину! Ты свой народный час! С продавцом! Всё, он убрал машину. Здравствуйте, можно вас спросить у рекламации? Вы кстати, что он переходит и уезжает в проезда.